Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». История Центрального района началась практически с самого рождения и становления Хабаровска. Из пяти районов города он лидер по культурно-досуговому отдыху, для гостей это лицо Дальневосточной столицы. Какие изменения ждут Центр города в ближайшее время и чем живет сегодня Центральный район, обсудим с гостем нашей студии, главой Центрального района Сергеем Ивановым. Сергей Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Скажите, завтра Центральному району со дня образования исполняется 78 лет. Какие мероприятия планируется провести? Да, завтра в нашем районе праздник, но учитывая, что дата не круглая, не юбилейная, каких-то грандиозных общерайонных мероприятий мы не проводим. Работа ведется локальная, по организациям, учреждениям. И в первую очередь мы работаем, поздравляя с праздником, с нашими самыми активными гражданами, те, кто занимает активную общественную позицию в нашем районе. Я всегда говорил, что район – это не дома, не улицы, район – это люди. И вот, начиная с октября месяца, мы как раз поздравляем тех людей, которые вносят и вносили, и, надеемся, будут носить это молодежь, весомый вклад в развитие строительства нашего любимого Центрального района. Что касается строительства, я знаю, вы приготовили еще один подарок жителям Центрального района на Уссурийском бульваре. Расскажите про него. Да, так сложилось, что завтра, именно в день рождения нашего района, мы будем открывать или сдавать в эксплуатацию реконструированную зеленую зону на Уссурийском бульваре. Это территория между 153-м домом по улице Волочаевской и остановкой 25-го автобуса, как мы ее называем. Эта зона долгое время стояла, так скажем, в полузаброшенном состоянии. И ветераны, наша ветеранская организация Центрального района выступила с просьбой, чтобы мы нашли возможность привести эту территорию в порядок. На счет ветеранской организации поступали средства от всех жителей города Хабаровска. Помимо этого, бюджет города нам выделил 1 970 000 рублей, что и позволило нам в конце закончить работу по этому скверу. С совместными усилиями. Ну да, вот именно с совместными всем миром. Этот сквер, он предназначен для отдыха транзитных пешеходов города, потому что эта остановка на Уссурийском бульваре у нас одна из крупных по пассажиропотоку. И надо отметить, что реконструкция шла с таким условием. Первый этап – это строительство общественного туалета, ограждение территории, чтобы туда не могли въезжать для парковки автомобили, в основном жителей дома 153-го. Многим сейчас это не нравится, но когда все это озеленится, когда там начнут цвести те цветы, которые мы посадили, они поймут, что это ограждение правильное. Также там мы восстановили зону отдыха. В начале реконструкции мы пытались восстановить эту территорию в том виде, как она была в старые времена, как говорили нам ветераны. Но, к сожалению, в музее Градекова мы не нашли никаких фотографий, которые бы нам позволили хоть как-то привязаться к старине. Поэтому мы объявили конкурс в ТОГУ. Молодые архитекторы, их было 24, сделали проекты. И комиссия, созданная с администрацией района, краевые структуры принимали участие там. И вот был отобран один из проектов, который мы внедрили на этой территории. Завтра открытие, всех желающих приглашаем. Да, мы обязательно тоже приедем. Скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, а ваше любимое место в Центральном районе? Может быть, для прогулок с семьей, не знаю. Ну, по логике я должен сказать, я люблю весь Центральный район. Но я хабаровчанин, 79-го года. Я люблю Хабаровск, но если вопрос задан конкретно, то, конечно же, это наши пруды. Пруды. Да, это территория, на которой отдыхаешь душой. Там своеобразная аура, атмосфера. Очень грамотно и толково сделано это место. Лично мне тоже очень нравится это место. И мы не одиноки. Да. К знаковым датам мы не только проводим праздничные мероприятия, но и принято подводить некоторые итоги. Какие объемы были сделаны по наболевшим проблемам Центрального района? Это у нас застройка в центре города? Это благоустройство дворов? Да, проблемой, к сожалению, остаются все те же самые парковки, теснота застроек и так далее. Но я хочу сказать, что Александр Николаевич, наш мэр, сейчас придерживается четкой позиции прекратить точную застройку и акцент сделать на освоение застроенных территорий. Что это значит? Это у нас в Центральном районе есть много мест, которые застроены неблагоустроенными деревянными, может быть и каменными, но очень старыми домами. И вот предлагается инвесторам ходить, сносить эти непригодные для жилья практически дома и на их местах строить уже дома. Как пример, это освоение территории Падикопольцево, которая тяготеет к парку Динамо. Там стоит два барака деревянных. В ближайшее время, сейчас администрация города рассматривает инвестиционные проекты, там, по-видимому, будет проведен конкурс. И вот, наверное, как пример освоения застроенных территорий, это будет это место. Что касается дворовых территорий, то здесь тоже надо отметить, что городская администрация уже не первый год проводит программную работу по ремонту и реконструкции дворов. Хотя по законодательству дворы – это ответственность жителей многоквартирных домов. Но, понимая, что это большие суммы, затраты, есть программа, так называемая, грантовая. Люди, приняв на общем собрании решение, что они будут ремонтировать свой двор, определяют стоимость этих ремонтных работ. И 30% финансирования от этой суммы плюсует к бюджетным. То есть, хоть как-то облегчая материальные затраты. Очень много уже дворовых территорий таким образом отремонтировано. И отрадно, что год от года желающих становится все больше и больше. То есть, люди понимают вот эту помощь со стороны бюджета города. Хотя на сегодняшний день положение с бюджетом складывается не лучшим образом. Ну, в общем, как и все в экономике в связи с мировыми событиями. Но городская администрация не отходит от этой программы, не закрывает ее. Немного суммы сокращаются, но я думаю, все же в скором времени мы будем жить получше и все пойдет вверх. Кризис закончится рано или поздно. Ну, новые застройки, я так понимаю, они уже предусматривают сразу. Это спортивные детские, правильно, площадки. В том числе вот на Динамо. Безусловно. Это же связано с тем, что передали сейчас городу, да, Динамо, и разрешили опять... Сняли статус особо охраняемой зоны. То есть, теперь можно будет там проводить реконструкционные работы. Вот мы отметили территорию прудов как одну из привлекательных для жителей. А, к сожалению, территория парка Динамо, ну, находится в таком захолустном состоянии. И только лишь потому, что там нельзя даже вот дерево лишнего посадить. В субботу Александр Николаевич Соколов проводил совещание как раз по вопросам реконструкции парка Динамо. И там будет сделана грандиозная реконструкция. И, может быть, на вопрос, а какое же ваше любимое место, все горожане будут говорить, что это парк Динамо. И там, конечно, готовится изюминка. Все же будет установлено большое колесо обозрения. Самое большое. Ищем по России. За Уралом, наверное, да. Это будет самое большое. Я очень рада за жителей тех бараков, которые живут на Динамо. Они давно очень этого ждали. Так, зима в этом году пришла и напомнила себе раньше обычного. Как проходит подготовка к ней? Готовы ли мы в общем? Ну, сейчас мы уже не говорим о том, как проходит подготовка. Потому что подготовку мы закончили. И в этом году надо отдать должное и организациям ресурсоснабжающим, и жилищно-коммунальным. Отработали очень неплохо. Все планы, которые утверждались на подготовительный сезон, выполнены в полном объеме. И еще по некоторым параметрам даже с перекрытием их. Надо сказать, что довольно удачно мы вошли в зиму. Были, правда, на ТЭЦ-2 некоторые сбои. Технологические сбои. Это не без них. Они быстро их устраняли. На сегодняшний день у нас все жилищно-коммунальное хозяйство района работает в штатном режиме. Все находится под контролем. И будем надеяться, что и морозы, которые уже не за горами, мы переживем хорошо. Хочу вас и жителей Центрального района поздравить еще раз. Знаю, что у вас много работы, поэтому желаю вам достойно и оперативно справляться со всеми трудностями. Ваше пожелание. Ваше пожелание. Но пожелания только одни. Любви, доброты, удачи во всех делах. И я еще хочу вот одну минуту. Большое спасибо сказать всем нашим долгожителям. У нас уровень продолжительности жизни в Центральном районе растет. Все больше и больше мы поздравляем юбиляров 90-100 лет. И еще хочу сказать, что Центральный район перешагнул 100-тысячный рубеж. На сегодняшний день нас 100-тысяч 90 человек. Сергей Николаевич, спасибо большое. В студии у нас был Сергей Иванов, заместитель мэра, председатель комитета по управлению Центральным районом. Любите свой край и своих близких. До встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!